Здравствуйте! И вновь добро пожаловать на наш курс лекций по физиологической регуляционной медицине. Сегодня мы будем говорить о терапии боли, в частности, о случаях хронической боли и доброкачественной костно-суставной мышечной боли, которая также называется скелетно-мышечной миофасциальной болью, а также о случаях нейрогенной боли. Терапия скелетно-мышечной миофасциальной боли имеет важное значение и вызывает особый интерес, так как по статистике 35% пациентов, которые обращаются к традиционной медицине, испытывают боли в костях, мышцах, сухожилиях, а чаще всего в суставах. Поэтому очень важно, чтобы врач обладал необходимыми знаниями о принципах лечения боли естественными и биологическими методами, без каких-либо побочных эффектов такой терапии, будучи частью или, точнее, автором терапии. В этой лекции мы будем говорить об инъекциях на определенных участках тела. Эти инъекции могут быть различными, и мы это позднее увидим. В соответствии с методикой физиологической регуляционной медицины применяется 10 инъекционных ампул. Из этих 10 ампул 7 имеют специфическое анатомическое значение. Они используются при патологии в 7 отдельных скелетно-мышечно-фасциальных областях. Другие 3 обеспечивают дополнительный эффект. То есть они предназначены для определенной цели. Усилить эффект 7 специфических ампул. Следовательно, у нас есть 7 специфических и 3 не специфических ампулы. Каждая из этих ампул для инъекций сама по себе считается терапевтической единицей. Поскольку содержат точно подобранные активные компоненты, предназначенные для определенной части тела. Интересно отметить, что в 8 из 10 ампул присутствует абсолютно новый и уникальный компонент. Этим компонентом является антиинтерликин-1. Почему антиинтерликин-1 содержится в 8 из 10 ампул терапии боли? Давайте кратко рассмотрим механизм его действия. Интерликин-1 Самый важный провоспалительный цитокин, присутствующий в человеческом организме. Который, соответственно, является самым сильным провоспалительным физиологическим средством для улучшения состояния человека. Как действует интерликин-1? Этот интерликин действует многоступенчато. Однако, запомните, что интерликин-1 является провоспалительным веществом постольку, поскольку он стимулирует циклооксигеназу второго типа. А также выработку простагландина И2 или Д2. И также производство окиси азота. Благодаря продуцированию циклооксигеназы, простагландина и оксида азота, интерликин-1 действует как сильное провоспалительное средство. В аллопатической медицине существуют противовоспалительные способы блокирования каждого из этих трех действий. В частности, нестероидные противовоспалительные препараты подавляют активность циклооксигеназы, кортизон блокирует простагландин, а ацетилсалициловая кислота подавляет продукцию оксида азота. Само собой разумеется, что если мы введем антиинтерликин-1 в состав инъекционных ампул для терапии боли, он будет иметь такой же эффект, как и нестероидные противовоспалительные препараты, кортизон и ацетилсалициловая кислота. Это один из секретов эффективности терапии боли и, следовательно, контроля и модуляции патологии боли с помощью 10 инъекционных ампул. И это еще не все. В 9 из 10 разных ампул присутствуют также бетаэндорфин. Бетаэндорфин является важным модулятором, который на периферическом уровне действует на корешки спинномозговых нервов, задние рога спинного мозга и некоторые другие участки ЦНС, задействованные в интеграции боли. В то же самое время это вещество является модулятором афферентных болевых сигналов, посылаемых скелетно-мышечными афасциальными болями к центральной нервной системе и в мозг. Как антиинтерликин-1 так и бетаэндорфин входят в состав ампул в концентрациях, которые являются абсолютно физиологическими. Эта концентрация гарантирует абсолютное отсутствие побочных эффектов которые могут наблюдаться в случае нефизиологических концентраций. полное отсутствие побочных эффектов гарантирует полную безопасность для врача и особенно для пациента. Другие компоненты Мы уже говорили, что в каждой из 10 ампул содержится 10 активных компонентов. Мы обсудили два из них. Другие 8 компонентов имеют десятичное разведение и являются специфическими как для каждой ампулы, так и для каждого отдельного продукта. Эти компоненты отбирались по трем основным критериям. Наличие в материи медика, нетоксичные уровни разведения, хотя они превышают минимальную токсическую дозу, они являются нетоксичными в соответствии с последними современными исследованиями в области токсикологии. В этом сердце основные элементы терапии боли и сейчас мы научимся их применять на практике. Я начну с терапии триггерных точек. Мы поговорим о триггерных точках и фибромиалгии, а также о лечении некоторых заболеваний мышц шейного отдела. Сейчас мы рассмотрим люмбага левосторонней локализации. Это заболевание в основном вызвано мышечно-волокнистым укорочением квадратной левой поясничной мышцы и мышечно-сухожильного соединения. С помощью которого квадратная левая поясничная мышца крепится к скелету, что объясняется распространением процесса при боковой локализации в поперечные отростки позвонков на подвздошные ости и нижний отдел грудной клетки. Давайте сейчас поговорим о важных триггерных точках. Здесь я чувствую триггерную точку, которая ощущается как маленькое зерно-шкорисо. Эта часть также зажата. Спускаемся к последнему поясничному позвонку. Нащупываем место, где поперечный отросток пятого позвонка соединяется с верхней и задней подвздошной остью. Я произведу три инъекции из коктейля, содержащего одну ампулу Гуна-Люмбар, также одну ампулу Гуна-Масл и одну ампулу Гуна-Неврал. Общий объем 6 мл, из которых часть будет вводиться дозами по 0,5 мл в заданные точки, а оставшиеся 3 мл в прилегающие области. Это классическая подкожная инъекция. Помните, что укол наклона иглы относительно поверхности кожи должен составлять 45 градусов. Эта инъекция также выполняется подкожно. очень важно найти верхнюю заднюю подвздошную ость и выполнить инфильтрацию. В этом случае это будет внутрикожная инъекция, которая также вводится в важную чувствительную точку. При внутрикожной инъекции игла наклонена под углом 30 градусов, при этом будет наблюдаться образование так называемой лимонной корки. Две другие инъекции с образованием лимонной корки произведем в паравертебральной и левой поясничной части, как и в предыдущем случае. посмотрите, как у пациента происходит мышечная реакция, поэтому не следует вводить слишком много препарата. Обычно остается 0,5 миллилитра, сейчас осталось около 1 миллилитра. Их можно ввести внутримышечно или паравертебрально, как я показываю. В этом случае игла вводится перпендикулярно поверхности кожи. С помощью короткой иглы мы можем работать на наружном участке сарколемы мышцы. Лечение завершено. Посмотрите, нигде нет крови. Слегка помассируйте каждый участок инъекции, особенно там, где были сделаны внутрикожные инъекции. По окончании лечения нанесите небольшое количество крема тамануарника на соответствующие участки. Быстро удалите ватным тампоном, смоченным в спирте или любом другом антисептике. Как вы можете заметить, лечебный процесс очень простой, элегантный и бескровный. И все вышесказанные процедуры хорошо переносятся пациентам. Следующие инъекции применяются в составе специфической терапии определенных триггерных точек произвольных трапециевидных мышц. В шприц набираем две ампулы Гуна-масл и одну ампулу Гуна-неурал. Точки которые мы будем лечить их всего шесть три в правом антимере и три в левом считаются паравертебральными точками на уровне побережного отростка седьмого шейного позвонка и одна точка в области трапециевидной мышцы на два пальца ниже. Все шесть инъекций вводятся подкожно. Давайте начнем с правого антимера. Это остистый отросток седьмого шейного позвонка. Мы продвигаемся на два пальца перпендикулярно этой точке и делаем инъекцию. Другая точка расположена в проксимальной линии трапециевидной мышцы. Для удобства мы можем оттянуть кожу и сделать подкожную инъекцию. Обычно ее объем составляет от 0,5 до 0,1 миллилитра на точку. Третья и последняя точка находится на уровне третьего и четвертого грудных позвонков. Соответственно седьмой шейный позвонок первый, второй, третий и четвертый и на два пальца соответственно на 3 сантиметра от поперечного отростка. То же самое произведем и в левом антимере. Посмотрите как вводится игла. я слегка сгибаю указательный палец левой руки и приподнимаю кожу. Это самая оптимальная техника подкожной инъекции. Лечение завершено завершено. Небольшой массаж нанесите небольшое количество крема тамануарника и в течение нескольких секунд к рукавым движениями слегка помассируйте точки, которые мы подвергли лечению. Также и в этом случае лечение было быстрым, нетравматичным и без следов крови в местах уколов. пациенты спокойно переносят эту процедуру. Следующий случай относится к лечению шейной патологии вследствие травмы шеи после автомобильной аварии. терапия включает две процедуры. Во время первой процедуры проводится инъекция содержащая одну ампулу гунанек в три отдельные точки выше остистого отростка седьмого шестого и пятого шейного позвонков. вторая процедура охватывает триггерные точки в шейном паравертебральном отделе на том же уровне то есть от С7 в крайне каудальном направлении таким образом С5 С6 и С7 или в каудо краниальном направлении С7 С6 С5 для остистого отростка седьмого шестого и пятого шейных позвонков мы будем применять технику подкожной инъекции и так нам необходимо разделить одну ампулу Гунанек объемом 2 мл на 3 инъекции в среднем от 0,6 до 0,7 мл на одну точку Для второй процедуры терапии триггерных точек мы разделим 4 мл то есть одну ампулу Гуна Масл объемом 2 мл и одну ампулу Гуна Неурал объемом 2 мл на 4 точки так чтобы у нас получилось по 1 мл на каждую отдельную точку в этом случае мы двигаемся от остистого отростка на 3 пальца в сторону и выполняем инъекцию перпендикулярно поверхности кожи эта инъекция слегка входит в поверхностные мышечные ткани теперь займемся противоположными точками прошу заметить что на протяжении всей процедуры пациент должен оставаться расслабленным тогда процедура будет абсолютно безболезненной после того как вы увидели на практике как выполнять первые две процедуры давайте рассмотрим два других вида лечебных процедур первая процедура относится к лечению лопаточно плечевого периартрита плечевой патологии а вторая к растяжению голеностопного сустава то есть патологии стопы у нас есть специальная брошюра терапия боли где указаны все инструкция в том числе и техника исполнения состав и различные точки стимулируемые инъекциями это брошюра поможет вам правильно подобрать терапию опираясь на теоретические знания следующий случай касается лопаточно плечевого периартрита это плечевая патология которая осложняется наличием трех особенно важных триггерных точек в верхней части трапециевидной мышцы в середине трапециевидной мышцы и в районе надосной мышцы лечение состоит из двух процедур с применением разных препаратов первая часть лечения относится к триггерным точкам наполняем шприц одной ампулой гуна масл и одной ампулой гуна неурал вторая часть лечения проводится вместе с первой и охватывает три или четыре точки плечевого пояса и включает одну ампулу гуна шолдер и одну ампулу гуна полиартритис для триггерных точек мы будем применять метод подкожной инъекции а что касается плечевых точек мы будем использовать специальную методику внутрикожных инъекций начнем с лечения трех триггерных точек не забудьте положить указательный палец левой руки ниже места инъекции и слегка приподнимите кожу для введения шприца как в этом случае один раз и другой это простая пальцевая методика позволяет сделать инъекцию безболезненно в этом случае вы не должны использовать все содержимое шприца оставшуюся жидкость можно принять перорально сейчас мы перейдем к следующей части и будем вводить ампулу гуна шолдер и ампулу гуна полиартритис в точки плечевого пояса как я уже говорил мы будем делать внутрикожную инъекцию в три или четыре точки при внутрикожной инъекции игла будет вводиться под углом 30 градусов поверхности кожи посмотрите как появляются волдыри об этом уже говорили а вот и второй и третий в этом случае шприцы также останется некоторое количество жидкости используем для этого же пациента снимаем иглу и просим нашего пациента открыть рот также содержимое второго шприца и подержать жидкость во рту на протяжении 30-40 секунд и затем проглотить и вновь как вы видите лечение было проведено изящно безболезненно и нетравматично эту процедуру можно считать отлично выполненной в следующий случай рассматривает лечение растяжения связок голеностопного сустава давайте выполним еще несколько процедур это шестая процедура обратите внимание на этот участок который будет вводиться инъекция участок уже достаточно подготовлен применяем одну ампулу гуна хэндфуд для стабилизации колена чтобы удостовериться в том что голеностопный сустав и коленный сустав двигаются согласованно и отсутствует боль мы должны выбрать для лечения колена определенные точки которые я покажу вам позднее заполню шприц содержимым одной ампулы гуна хип этот препарат нам хорошо известен мы используем его как для лечения патологии бедра так и для лечения колена плюс одна ампула гуна полиартритис давайте начнем с лечения ступни и сначала будем применять препарат гуна хэндфуд мы воздействуем на наружную лодыжку и используем три точки медиальную латеральную и подлодыжечную в этом случае мы должны быть очень осторожными при введении препарата в заднюю часть лодыжки из-за прохождения в этом месте важных нервов и вен необходимо исследовать участок кожи инъекция делается подкожно сейчас для инъекции в заднюю часть давайте попробуем не слишком углубляться в кожу и не вводить всю иглу в конце лечения растяжения связок голеностопного сустава как и в предыдущем случае мы выполним стабилизирующее лечение колена одной ампулой гуна хип поэтому возьмем одну ампулу гуна хип для лечения колена и одну ампулу гуна полиартритис в этом случае мы будем использовать две классические точки колена наружную и внутреннюю часть нижней трети коленной чашечки инъекция как обычно подкожная для того чтобы стабилизировать колено мы будем использовать точку около коленной чашечки над коленной чашечкой и и наконец две небольшие внутрикожные инъекции в латеральную зону также и в этом случае лечение будет быстрым врач должен обеспечить все необходимое для оптимального лечения нетравматичным и хорошо переносится пациентам и что касается терапевтического протокола я бы советовал две лечебные процедуры выполнять в первую неделю например в понедельник и четверг и точно так же две процедуры во вторую неделю третья и четвертая процедура будут проводиться каждый третий день в понедельник и четверг пятая лечебная процедура и все последующие в том числе шестая восьмая и десятая процедура острые случаи требуют от 6 до 8 лечебных процедур хронические случаи от 8 до 10 лечебных процедур а иногда и до 12 выполняются один раз в неделю процедуры завершающие лечение 8 9 и 10 проводятся один раз в 15 или 21 день длительность лечения хронических а также острых случаев как правило составляет около месяца что касается хронических случаев помните что необходимо продолжать лечение через каждые 15 дней или один раз в месяц для переоральной терапии в домашних условиях я советую применять препарат гунафлам в дозировке 20 капель 2 раза в день на протяжении 20 или 30 дней согласно принципам физиологической регуляционной медицины при этом рекомендуется хороший дренаж для проведения эффективного дренажа важно рекомендовать гуна матрикс плюс гуна лимфа гуна матрикс в обычной дозировке по 20 капель 2 раза в день гуна лимфа по 20 капель 2 раза в день или даже по 40 капель 40 капель гуна матрикс и гуна лимфа добавить в бутылку с водой и понемногу пить течение всего дня после терапии этих пяти случаев вы могли заметить что техника исполнения процедур является довольно простой так как она требует ограниченного количества материалов и инструментов другим преимуществом является тот факт что процедуру можно выполнять собственным инструментом пациента это происходит в редких случаях но возможно и иногда рекомендуется если пациент не может посетить врачебный кабинет как вы наблюдали эти процедуры абсолютно безопасны для пациента отсутствуют какие-либо побочные явления и наблюдается явная клиническая эффективность я бы хотел отметить что было проведено несколько клинических испытаний опубликованных в журнале физиологической регуляционной медицины которая распространяется по всему миру в нем освещаются вопросы физиологической регуляционной медицины и его можно просмотреть в режиме онлайн благодарю за внимание надеюсь что вы пополните ряды многочисленных практиков физиологической регуляционной медицины поскольку врач играет в лечении фундаментальную роль странички из в в в в Субтитры создавал DimaTorzok